Привет, красотка! Сегодня я запланировала супер девчачье видео, потому что сегодня будет все Макияж, прически, образы. Такое видео ностальгичное для меня немного, потому что раньше я на подобной тематике много-много видео снимала Особенно в преддверии учебы и особенно года 3-4 назад такой контент на YouTube очень был популярен Мы стали все взрослыми, выросли, но тема эта все равно остается актуальной Давайте, наверное, без лишней болтовни сразу же перейдем к делу Так как вы видите, сейчас на мне 0 граммов макияжа, начнем мы именно с него На лицо у меня сейчас только тоник, я наношу небольшое количество дневного увлажняющего крема Напишите, кстати, сейчас, пока я наношу крем, у кого что началось этой осенью Кто-то, может, пошел в школу, кто-то в университет, кто-то на работу, кто-то сидит в декрете У нас с вами самая разношерстная аудитория Волосы я сразу же уберу назад, чтобы они не мешались И мы начнем с вами творить Будем сегодня делать макияж, который подходит на каждый день Как основу используем любимое тональное средство Я все никак не могу нормально, адекватно попасть в один тон То есть, вот чтобы вы понимали, это супер светлый, это супер темный И оба они мне в какой-то определенный момент подходили А именно последние полгода То я была супер загорелой, и мне подходил идеально этот тон То я была прямо беленькой В общем, сейчас я их просто смешиваю И каждый день у меня получается что-то уникальное Один гость очень приятно решил тоже засветиться в моем видео Вот этот дорогой господин прыщик Я его перекрою вот таким зеленым консилером Зеленый нейтрализует красный, вы помните, да? Буквально так вот точечку сделаю И немного вобью пальчиком, чтобы он не бросался так в глаза У меня мягкий спонж Немного заходим на уши и на шею У меня, несмотря на то, что школа очень далеко позади Получается, уже 6 лет назад я окончила школу Обалдеть! До сих пор август для меня это самый-самый такой приятный период Именно вторая половина августа Потому что это подготовка к школе Вроде как немножечко грустно, что лето заканчивается Но опять же, вот эта рутина с канцелярией С покупкой каких-то новых штук для школы Очень было интересно посмотреть, как там изменились одноклассники Больше всего я обожала летом ездить куда-нибудь в лагеря Я очень часто ездила в немецкие лагеря То есть там мы не просто отдыхали, тусили там, выступали А еще и учились Потому что у нас школа была как раз углубленная немецким языком И в таких лагерях мы еще сильнее подтягивали свой уровень И вот мне это безумно нравилось Тем временем я припудрила лицо рассыпчатой пудрой Обожаю вот этой палеткой делать все вообще Здесь такие интересные сочетания И скульптор, и румяна Я в целом так и делаю Как-то вот так вот И растушевываю к вискам Видите, это боевое ранение Это доченька моя любимая У нее был период, где-то месяца полтора назад Она все рвала и метала Очень сильно любила вцепляться своими ногтями в людей И во все вокруг Прям корябала сильно Она, конечно, не понимала, что делает больно Меня многие спрашивают, как я на это реагирую Я искренне показываю свои эмоции Иногда, окей, более утрированно Типа я могу сделать вид, что я прям плачу Потому что на самом деле это больно То есть тебе так-то скрывать не надо ничего Ругать здесь бесполезно Потому что для ребенка как бы не совсем это понятно То есть намного важнее, как по мне Вызвать это чувство эмпатии Когда ты разделяешь чувства другого человека И вот если она делает мне больно Я сажусь, ворачиваюсь, говорю Маме сейчас больно, ты поцарапала Там может пойти кровь Вот здесь у меня прям шла кровь Потому что чуть ли не шрам остался Я села клубочком, свернулась И немножко так пахныкала В первое время она даже не знала, что делать У мамы такое интересное состояние Обычно мама тут радостная Пляж и танцует Она ко мне подбежала Головой так уткнулась И быстро начала искать отвлекающие моменты какие-то Ну то есть я поняла, что она поняла И в следующий раз, когда это произошло уже не со мной, а с Денисом На Денисе было проще показать Потому что я показала пример, как мы поступаем, когда делаем больно кому-то Я к нему подошла и начала гладить, обнимать, целовать, говорить, что все пройдет, тебе сейчас больно И Ева, получается, познакомилась с такой моделью поведения Отдельно румяна я тоже чуть-чуть буквально добавлю Хочется мне немного посвежее, порумянее лицо Я не скажу, что сейчас она вообще никогда не захочет стукнуть, ударить, впиться ногтями Это как бы нормальное, естественное желание детей Когда у них много энергии Особенно если они там разозлены Они не знают, что делать, куда ее девать Они физически ее пытаются как-то проявить Если сейчас она кому-то так больно сделает Она уже подходит потом и как бы, ну как будто извиняется Дает понять, что ей грустно от того, что она сделала Остатками румян прохожусь по векам И так везде по лицу немножечко Фиксирую брови гелем И несколько волосочков добавлю вот таким карандашиком от Art Deco И начинается у нас самый интересненький акцент на глаза Сегодня будет в виде вот такого пигмента Золотистого Невероятно осенний цвет На самом деле сейчас у нас плюс 28 на улице Мне вообще не верится, что вот-вот придет осень Смотрите, что я делаю Я не просто вот так лопаточкой прохожусь по всему веку А набираю маленькой кисточкой, вот такой лопаточкой И мы сделаем несложную стрелочку из такого вот пигмента Очень легко И растушевываю легко к вискам Особо, видите, я даже не старалась И еще прорисуем внутренний уголок Остатками буквально Чтобы у нас тоже он засветился Совершенно другой взгляд даже сразу Такой более искрящийся И берем черный карандаш У меня это Каял от Беспешл Можно взять любой черный карандаш Который вы уверены, что растушуется Опять совершенно не стараясь Рисуем что-то наподобие стрелки Никуда ее не выводя Просто по внешнему веку С середины века до конца Пигмент с кисточки обтираем об руку Даже не надо мыть Если что-то там останется, то останется И этой же кисточкой растушевываем Вот такими мелкими движениями И уводя пигмент также к вискам И вот сейчас, когда у нас есть такая легкая дымка Мы берем тушь и обильно наносим ее на ресницы И как вы могли заметить На губах у нас еще ничего нет Ими мы завершим этот прекрасный макияж Я к вам иду поближе И покажу вам в действии Мое любимое комбо от Мина Бренд Мина Карандаш и помада в оттенке 503 Но перед этим я лично наношу всегда бальзам для губ И не только для того, чтобы их увлажнить А чтобы пигмент лег не так плотно Потому что у меня нет цели сейчас сделать матовый финиш Я просто хочу легкий нют Даже с намеком на сияние А теперь прически Предупреждаю сразу Они безумно простые Но от того и мои любимые Для первой прически нужен прямой пробор и резинка Нам нужно сделать низкий хвост С максимально приглаженными волосами По-моему, выглядит очень эстетично Ладно, вторая прическа чуть посложнее И с такой прической я практически каждый день ходила в школу в 9 классе Как сейчас помню Нужно сделать высокий гладкий хвост При помощи расчески Достаточно туго закрепить его резинкой Заблести из волос косу И закрепить ее резинкой такого же цвета Вуаля! Вы прекрасны! Особенный плюс этой прически Что совершенно не важно Уложены ли ваши волосы Прямые или волнистые Этого все равно не будет видно в косе Третья и по совместительству Самая часто встречаемая на моей голове прическа Тугая шишка Не знаю, почему так много желающих увидеть по ней туториал Потому что делается она элементарно Мы делаем тугой жгут из волос на макушке Закручиваем его до тех пор, пока он сам не будет скручиваться в гульку Закрепляем тугой или объемной резинкой Плотно придерживая шишку другой рукой Чтобы ничего не развалилось Убираем торчащие волосы Вот такими движениями можно добавить объема Если не нравятся слишком приглаженные волосы И все на этом Кстати, такая прическа здорово подтягивает лицо к вискам Визуально приподнимая брови Чтобы сделать трендовые сейчас косички у лица Отделяем небольшие участки волос И плетем косички до конца Можно даже их не закреплять резинкой Будет смотреться еще естественнее Носим как с распущенными волосами, так и отдельно от хвоста, например А эта прическа самая романтичная Оставляем те же пряди у лица, но без косичек Их можно отдельно подзавить плойкой или утюжком А из оставшихся волос делаем низкую шишку Таким же способом, как в третьей прическе Вот что получилось Переходим к образам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Обязательно напишите в комментариях Что из этого видео вы заберете с собой в повседневную жизнь Ну и добро пожаловать в осень А самое главное Улыбайтесь чаще красотке Пока-пока